Здорово! Привет! Че, Кубин? Все, в Казань сейчас едем. Делать будешь? Едем в Мой Дадыр, договариваться о работе и едем в Леруа Мерлен искать освещение, чтобы делать машину у себя в гараже. То есть наш начинающий детейлер закупает с оборудованием? Да, да, у нас есть список из 18 пунктов, чтобы 10 я в Москве заказал. И за парочкой пунктов мы поедем в строительный магазин. Хочу знать, кто живет в Зеленодольске, будет интересно оборудование, где закупить можно. Ты вчера ездил по магазину, а вообще ничего нашел? Ну, вообще я вчера единственное, что нашел, это антисиликон. Больше ничего не было. То есть в двух магазинах для маляров, для профессионалов, но ничего там не нашел с того, что мне рекомендовали в Москве. На меня смотрели с вытраченными глазами, спрашивали, у нас такого нет. Что ты придумал, а что ты взял? То есть не... Сегодня, короче, я сделал заказ в Москве, в московском магазине. Потратил вот 5 тысяч, это вот при том, что это все было так по минимуму, то есть минимальный набор. Для того, чтобы начать что-то делать. Это еще, учитывая, что паста я купил до этого за 7 тысяч. То есть достаточно затратно быть дотейлером? Да, что-то очень затратно, учитывая, что еще нужен хороший свет, нужна хорошая тумбочка, нужна там вторая машинка. А это уже, наверное, еще 1020 затрат. Ну, смотри, такой вопрос. Вот те затраты, которые ты вложил, с измеримые, с теми ценами, которые есть в Зеленодольске в Казани на полировку. Вот сколько должна стоить хорошая полировка при твоем уровне затрат? Ну, я думаю, не меньше 10 тысяч. За машину? Да, да, именно полировка без нанесения защиты, потому что это... Защита еще, наверное, дороже. Дней 3-5 работы, плюс на одну только подготовку к машине. То есть именно только подготовка, чтобы ее отмыть, чтобы ее можно было полировать. Без учета всяких расходников, типа малярной ленты для защиты во время полировки. Нужно будет потратить где-то, ну, тысячу-полторы на одну машину. Это без учета паста еще. Так что сам процесс, если пользоваться хорошими расходниками, да? Ну, если делать как для себя, то он довольно-таки затратный. То есть дорого стоит полировать? Да, стоит дорого. Вот, в принципе, видел я, как полируют в других местах. Можно, в принципе, машину протирать. Не использовать там какие-то очистители дорогие. И просто ее протирать растворителем, соляркой. Использовать там грязные тряпки. То, в принципе, можно скануть. Ну, понятно. Что, научили тебя? Ничего не научили. Я ходил в этот разговаривать по поводу потенциальной работы. То есть все, узнал, что у них происходит. Есть как бы внутренние новости, которые могут быть положительными, подействовать. В общем, о чем договорились? То, что завтра вот этот сотрудник поговорит с управляющим по поводу того, что меня, как нового сотрудника, получается, как второго сотрудника детелей центра на Чистопольской, и уже этот... Ну, посмотрим, что будет. Вот, так что новость хорошая. Почему я был там где-то около часа, мы там пообщались по поводу того, что я умею, как нужно делать. Ну, такой профессиональный разговор был. Итак, сейчас мы идем в Леруа Мерлен, один из крупных строительных магазинов республики, и будем здесь искать те недостающие компоненты для настоящего суперполировщика, который продают именно здесь, который не продают в Зеленодольске. Да-да, все так и будет. Так, что нам первым? Короче, первым нам нужно галогенные прожекторы, вот что-то типа таких, да? Но можно найти что-нибудь такое, что смещается с тумбочкой. А тумбочка какая? Тумбочка металлическая такая, на колесах, когда можно машинку поставить, на которую можно свет установить. А, на которой все будет такое? Да-да. Потом нужно непрофильное такое, это ведро из хорошего пластика, который не трескается, малярная лента и сушилка для этих, для полировальных кругов, как для этих, как это называется? Для кругов. Ну, в общем, как для одежды. Все, идем пускать. Да. Где-то подходит? Да, это похоже. 2 по 500. 2 по 500. Может без этого, без подставки. Сейчас очень мощно. Ну, что? Нужны 150-300 ватт. И нужно без этого, без датчика движения. И нужно, чтобы... В общем, есть такие, которые можно поставить на что-то. А вот эти, смотри, вот ставятся. Нет, не на землю, а на такую-то раму прикрутить. Сам прикрути. Там есть провода вообще, нет? Не знаю. Урок электрики будет? Нет. Мегас, нет проводов. Смотрите, это фактически сетильник. И без провода. Это фактически сетильник. Он не 380. Он 150. Ну, лампчик стоит. Ну, получается, надо будет провода делать. Провода можно не берез купить. Во, во, во. Вот, это же, да, это же похоже. Только у него есть, ну... Ну, типа такой парикмахерские всякие. Такой, да. Ну, что-то она... Сходи, сварши. Сосварь. Нет, нет. Ну, нет, отцепливаешь. Ну, а... Ленты, что закрывать? Эти. Ну, всякие ручки. Ты когда работаешь полировальником, он у тебя крутится, да? И есть такой полировальник, который умер, и он это спиливает. Вот, если по ручке пройдешь, либо по краю, где брызговик, у тебя сдерется прям свой. Смотри, ты про нас. Да, да, точно. Короче, ленты тоже возьмем на пробу. Самое главное, что клей бы у нас до натурального колчука. Тогда его на... И въездится машина. А еще бывает. Значит, еще бывает, не знаю, из чего это не было. Говорят, что это ищет. Глядя, надо же губку мыть. После того, как по кузе прожел, нужно губку промыть в чистой... Не в пене, а в чистой воде. Отдельное ведро, в общем-то, в основном для этого. Я понимаю, два ведра. Одно для пены? Да, шампунь, а другое для чистой промызки. Все-таки ведро я тебе рекомендую купить в Волшу. Ну, вот здесь это нормальный пластик. Нет, это не технический пластик. Половые ведра есть. Черный пластик, его березки еще продают. Все, мы едем назад. И сейчас, Сергей, давай подведем какие-то итоги нашей поездки. Что вообще тебе удалось найти, что не удалось. Что вы купили, расскажи. Ну, что касается поездки в Мойтадыр и разговора с их дитейлером, то я считаю успешным. То есть, мы договорились о звонке завтра. Скорее всего, это будет какая-то встреча с руководством. Именно Мойтадыра. Что касается нашей поездки, нашей закупки, да, то из нашего списка мы почти ничего не купили. Единственное, что мы нашли, это ведро. Большое прочное ведро, которое, несомненно, пригодится. Все остальное, светильники галогеновой нужной мощности мы найти не смогли. Подставку не смогли, полочку тоже не смогли. Так что, закупка не очень удачная, но, в принципе, будем искать. Через пару дней я поеду в метро, посмотрю еще там. Возможно, доеду до Олупи. Ну, в общем, подготовка твоя достаточно благотворно проходит, но медленно, в связи с отсутствием материала. Да, подготовка идет медленно. Вот сейчас заказ из Москвы должен выехать. Что-то мы сегодня купили, я думаю, ну, за эту неделю полностью притомимся. И когда ты уже сможешь начать полировать машину? Вот если посылок с Москвы придет к этим выходным, да, то в субботу, в воскресенье я уже смогу полировать машину. Поэтому все понятно. Ну, в общем, был такой день с Сергеем Владимировичем, нашим начинающим детейлером. Надеюсь, у тебя все получится. Ты сможешь по-настоящему хорошо научиться полировать машину, заполируешь всю Казань, весь Зеленодольск, премиум класс машины тоже, кстати, Сергей мне сказал, полировать достаточно сложно, потому что там какой-то другой лак, что там за лак? Да, керамический лак. То есть это на Porsche, на Mercedes, на Audi и на BMW. На других машинах лак, как сапля. Так что давай полируй. Удачи тебе. Все у тебя будет. Ярце, ярце, ярце. Ярце. Ярце.